Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, и как обещал в предыдущем видео, сейчас выкатим из ангара машины, которые выставили на продажу всего лишь за 7,5 тысяч золота. Да, вроде бы ценник невелик, за две тачки он просит всего лишь 7,5 косарей, если брать по отдельности, то 5,5 за Т95Е2, причем абсолютно голым состоянием, даже без открытого оборудования. И Т-44-85, премиумная, с семерком, тоже средний танк, за 3,5 тысячи, причем я считаю, что, ну это перебор с ценой, максимальная цена данной машины в голом состоянии 3 тысячи должна быть, как мне кажется. Ну а что касается Т95Е2, то где-то тысячи четыре с половиной, ну серьезно, на большую машину не тянет. Ни одна, ни вторая не принесет вам прям каких-то вау ощущений, да и честно говоря, если уж прям сравнивать одну и вторую машину, то все-таки Т-44-85 у себя на седьмом уровне чувствует себя гораздо лучше и играется гораздо приятнее, чем Т95Е2 на восьмом уровне. Что касается набора, набор с не анимированным аватаром, открытым всем оборудованием, два легендарных внешних вида для данной машины, плюс, ребят, кстати, по поводу легендарности, если здесь у нас камуфляж действительно легендарный, то вот этот Камо, по-моему, индустриальный хаос, он подходит не только к этой машине. Ну ладно, вопрос не во внешних видах данных машин, да и плюс, честно говоря, этот индустриальный хаос мне вообще, в принципе, не нравится. Что касается Т-44-85, то здесь действительно есть историчность, есть какая-то строгость такая и чисто милитаристи. Короче говоря, вот этот действительно ему подстать, ну машина-то все-таки реально существовала и имеет свой реально какой-то существующий, скорее всего, внешний вид, по крайней мере, в руках художника это было изображено именно так, точнее, руками художника. А что касается индустриального хаоса, ну, понятное дело, никакого отношения к этой историчной машине оно абсолютно не имеет. Что касается моего скромного мнения по поводу данного набора, лучше за 7,5 тысяч выцепить себе какую-нибудь годную восьмерку, нежели брать себе, ну, практически негодную восьмерку, даже, пускай, вдобавок, получаем Т-44-85. Что касается Х5, да, помогут вам там как-то поднять элитный опыт экипажа, но не прямо вау, поэтому я бы не сказал, что это прям то, ради чего стоит покупать данный набор. Абсолютно честные обзоры на данные машины на канале уже есть, я обязательно добавлю ссылки в описании, как обычно, ну, и плюс они будут всплывать вот здесь наверху, поэтому не ленитесь, переходите, посмотрите, там есть зацен по броне, там есть сравнение с другими машинами на соответствующих уровнях, и там есть дополнительные бои, которые помогут вам принять взвешенное решение. Ну что, давайте обсудим Т-95Е2 и посмотрим, что у него по техническим характеристикам в отношении орудия. Здесь по орудию в целом все нормально, 5 секунд перезарядка, что очень комфортно, нормальное время сведения, нормальный разброс, неплохой ДПМ, хотя средний урон 225 единиц. Ну и М180 пробитием, что на 8 уровне не считаю, прям каким-то хорошим показателем, хотя в основном плюс-минус хватает. Если вы захотите, вы можете поставить себе калиброванные снаряды, но только будьте готовы к тому, что здесь у вас поднимется ваше время перезарядки и будет составлять уже 5,5 секунд вместо 5 там с какой-то копеечкой и немножко упадет ДПМ. Но по большому счету не сильно прям принципиально и играть можно абсолютно спокойно, точно так же, как и на досылателе. Особой разницы вы не почувствуете, но при этом пробитие будет 189. Поэтому в нынешних реалиях я бы рекомендовал все-таки вставить себе именно калиброванные снаряды. Но опять-таки, ребят, как обычно, повторюсь по поводу того, что я не считаю, что в нашей игре есть понятие правильно установленное оборудование или неправильно установленное оборудование. Есть понятие комфортно для вас или дискомфортно для вас. Поэтому сами определяйтесь, как вам удобнее. Никого не слушайте. Слушайте свои ощущения от боев. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 9 вполне себе годно, вполне себе добротно, если бы не одна проблема. Вот эта огромная ком-башня, которая напоминает маленькую башенку поверх большой, она просто налегке шьется. И, честно говоря, даже маска орудия не спасает данную башню от снарядов, пробивается полностью везде. Ну что, обсудить обсудили. Поехали, попытаемся машину реализовать в реальном бою. Друзья, я не могу сказать, что данная машина обладает исключительно минусами. В виде плохо забронированной башни или, может, какой-то там, на первый взгляд, скудной подвижности, хотя в целом передвигается вполне нормально. Но в то же время мне эта машина, ну, очень сильно не нравится. Она не впечатляет меня абсолютно ничем. И не то, чтобы я был прям супер придирчивым игроком, но все же, мне бы хотелось, чтобы машина обладала какой-то изюминкой. Может быть, в этом наборе кто-то из игроков, у которых очень мало голды, найдет для себя возможность приобрести себе две премиумных машины вместо одной и попытается взять количеством. И это право каждого. И ни в коем случае не говорю, что вы прям на 100% будете неправы. Все-таки вам решать, на что вам тратить ваши деньги. Но для себя я понял, что данная машина, ну, прям совсем малоинтересна. Ну и, соответственно, не решился покупать себе данную машину на основной аккаунт. В свое время взял себе на твинк, сугубо из жадности и сугубо из необходимости пополнять коллекцию танков. Пускай даже с помощью разных аккаунтов, но для того, чтобы снимать обзоры. Было это еще до того, как у меня появился пресс-аккаунт. Да и в целом, мало ли, а вдруг, за мою честность, рано или поздно разработчики все-таки психанут и заберут у меня этот пресс-аккаунт. Но дальше-то снимать надо будет как-то. Вот и стоит данная машина пылится, потому что особо интересного ничего абсолютно не приносит. И это далеко не тот танк, ради которого я готов заходить на свой твинковый аккаунт, для того, чтобы им чисто ради фана и интереса покататься. Я сейчас сугубо из принципа разберу вот этого спящего товарища, для того, чтобы, если даст бог, здесь будет победа, показать максимальный, наверное, фарм по данной машине. Ну, просто для того, чтобы было с чем сравнивать. Ну, а так в целом, особо гор серебра на нем не повывозишь, особым фармером его не назовешь. Да и прям каких-то бешеных результатов за бой получать вы не будете. Я имею в виду в количестве настрелов в отношении урона, ну и, соответственно, прямо пропорционально в количестве вывозимого серебра. Что касается плюсов. Действительно годное, хорошее орудие. Очень скорострельное, даже играя на калиброванных снарядах, а не на досылателе. Я бы сказал, что время перезарядки приближено к имбовому. Что касается точности орудия. Орудие, безусловно, очень точное, очень классное. Серые зоны, даже на дальних расстояниях, выцеливать очень комфортно. Но все же, что-то подобное вы вполне спокойно сможете найти в некоторых проходных машинах. В тех же самых премиумных машинах, но более играбельных. В общем, как я сказал в начале данного боя, машина, ну я бы не сказал, что прям чем-то примечательна. И ничего выдающегося в этой машине, к сожалению, нет. Так, поехали, объезжаем ВК. С ним лоб в лоб встречаться прям вообще никакого настроения нет. А за это время наших товарищей слили. Тоже не очень хорошо. Привет, друг. Включаем адреналин для того, чтобы можно было попытаться с помощью КД и ДПМ чего-то попытаться зарешать. Так, ну все, в принципе, Хеллкет приехал. Я думаю, что на этом можно будет сейчас прощаться. Голда спасает. Попытаюсь сейчас спрятаться, но в то же время я остался один на один с барабанной машиной с системой дозарядки и суперточным и подвижным Хеллкетом. Поэтому противопоставить, понятное дело, нечего. Как видите, пробили мне маску орудия, пробили башню со всех сторон, откуда только можно было. Ну и сами понимаете, что если даже маска орудия с легкостью бьется, то, ну, навряд ли вы сможете долго сопротивляться, когда схлестнетесь с кем-то, пускай даже один на один. Там вообще никаких шансов на то, что вы выживете и все, что будет в вас забрасывать, будет в вас влетать. Ну а сможете ли вы сделать то же самое по отношению к сопернику, здесь очень большой вопрос. Я выбежал из результатов боя чисто случайно и не могу понять, почему у меня здесь нет информации о том, чем бой-то все-таки закончился для меня. Не посмотрел, не посмотрел, ребят, на результаты. Сейчас посмотрим еще раз на уведомление. Реакция от кого-то. Короче, глючит по ходу и, соответственно, результат боя посмотреть нет возможности. Жаль, жаль, очень жаль, но поверьте мне, ничего суперкрутого вы в этих результатах не найдете. Что касается Т-44-85, давайте его выкатим из ангара, перед этим посмотрим, как обычно, на характеристики орудия, все остальное будем заценивать в бою. Что касается пробития. В целом, для седьмого уровня, я бы сказал, нормально, играть можно, но, ребят, учтите, что это с учетом калиброванных снарядов. А вот если вы будете играть не на калиброванных снарядах, то вы получаете на 180 единиц больше ДПМ, вы получаете более интересное время перезарядки, но при этом все в отношении орудия здесь становится очень скучно. 147 мм пробития и даже на седьмом уровне это действительно далеко не самый лучший показатель. Поэтому я определился на том, что играю на калиброванных снарядах, потому что хочу все-таки немножечко получше пробивать. Что касается всего остального, что можно сказать по орудию. Время перезарядки будет 5 секунд и геймплей чем-то будет очень похож на Т-95Е2, который только что выкатывали из ангара. Что касается ДПМ, то в целом довольно-таки неплохо, 200 единиц урона за выстрел, угол слонения орудия вниз минус 6 и это, ну, дискомфортно, ребят, честно. На сегодняшний день дискомфортно, отыгрывать от неровностей очень сложно. Что касается времени сведения и разброса, то хоть цифры и заявлены неплохие, но все же давайте их заценим в реальном бою. Потому что одно дело смотреть на цифры, а другое дело смотреть на сколько с этим всем комфортно в бою находиться. Ну что, поехали, попытаемся заценить. Ну что, поехали. Вертится машина на месте очень-таки даже неплохо. Что касается набора скорости, то очень-очень скучно. Набрать скорость, ну, действительно, не то чтобы сложно, но неприятно. Несется вперед на своей максималке вполне себе уверенно и комфортно. 50 с копейками скорость более чем достаточно для того, чтобы куда-то переехать. Но будьте готовы к тому, что вот момент старта будет для вас дискомфортен и порой будет вас существенно подставлять. Что касается пробития, то как вы видите, ВК-4503 сейчас для того, чтобы выцелить даже его нижний бронелист, для того, чтобы его пробить, было сложно на базовых снарядах. Не спорю, ВК-4503 далеко не самая картонная машина на уровне и действительно обладает хорошим уровнем бронирования, плюс хорошей приведенной броней. Но в то же время, ребят, напомню, что мы играем на калиброванных снарядах, а не на обычных. Поэтому, ну, не могу сказать, что пробитие на каком-то хорошем, достойном уровне. Поэтому будьте готовы к тому, что если данную машину вы себе купите, то вам довольно-таки часто, как мне сейчас, придется играть голдовыми снарядами. Но разве что если по борти не кого-то отстреливать, тогда да, вопросов нет. Ну или под каким-то нормальным углом склонения брони у соперника, как сейчас это было опять-таки с ВК-шечкой. Кстати, ВК расплодилась, ребят, после вот этого мини-ивента. Прям можно попкой их жевать. Хотя я, ребят, тоже был участником данного процесса и с радостью забрал себе данную машину. Слава богу, особо потеть не пришлось. Разработчики нас пожалели. И на премиумную семерку действительно предоставили возможность бесплатно ее себе абсолютно забрать. Причем не организовать себе ни мозолей на пальцах, ни горба на спине. Ну, не сдуться на ноль из-за того, что 40 потов сошло. В общем, я лично доволен. Пишите, кстати, свое мнение по поводу ивента на ВК. Насколько вам понравилось. Забрали ли вы машину? Ну или не забрали, потому что не видели в этом смысла? Поехали, ребят. Попытаемся заехать с кормы, попытаемся немножко пострелять. Что касается геймплея. Геймплей абсолютно стандартен для среднего танка Советского Союза. Ничего удивительного, опять-таки ничего уникального, ничего супер выдающегося. Просто машина. Просто машина, которая позволяет вам получать дополнительные заработки. Стоит ли купить отдельно данную машину за 3,5 в голом состоянии? Нет, ребят, однозначно не стоит. Потому что все-таки 3,5 тысячи это цифра существенная. Что же касается того, что она вам принесет, то гор серебра вы на ней вывозить не будете. Да и порой бывает такое, что семерки выставляют по 2,5 тысячи на продажу. Да еще и в составе какого-нибудь интересного наборчика. Поэтому, ребят, и говорю, что данная тачка, она ничем абсолютно вас там прям не завораживает в бою потенциальном, в который вы будете на ней заходить. Да что ж такое, пробить никого не могу. Так, уходим. Уничтожитель. Не хочется мне встречаться с уничтожителем, ну прям совсем. А он все-таки меня достал. Зря я под горку полез, наверное, надо было сваливать заблаговременно. Но я пытался как-то его подсветить. Думал, что он будет более глупым и не будет проезжать мимо точки. Океа поедет просто через точку. Ну и я, соответственно, пойму, что он попал в засвет потенциальный и свалю благополучненько. Ладно, досматриваем бой, смотрим на результаты. Если все-таки Wargaming Game Center сейчас мне эти результаты покажет. Ну и будем подбивать итоги. Итак, ребят, результаты боя нам принципиально не показывает Wargaming Game Center. Не знаю, с чем это связано. Может готовиться к обновлению, а может просто издевательство над блогером. Но так или иначе, ребят, сами понимаете, там был проигрыш. Все, что я смог сделать за бой, вы видели. И что могу сказать от себя? То, что я сейчас сделал в бою, это практически максимум того, что можно выжать из Т-44-85, если вы средний игрок. И вот к такому геймплею будьте готовы. Что касается поражения в отношении Уничтожителя, я действительно, ну, будем называть вещи своими именами, лоханулся. Я в процессе общения с вами что-то подумал, что точка нами захвачена, а не соперниками, и надеялся на то, что проезжая через эту точку, точка попадет в перезахват, ну и, соответственно, я таким образом пойму, что Уничтожитель начал въезжать на нее. Короче говоря, не без косяков, но надеюсь, что помидорами не забросаете. Что касается набора. Ребят, скажу откровенно, данный набор, в принципе, можно приобрести себе, если прям совсем, совсем не знаете, что купить, допустим, или если вам прям совсем не имется купить себе две СТ-шки, или вам не надо одна какая-то другая восьмерка, потому что вы не представляете себе, что это может быть. Ну, короче говоря, вот прям совсем по каким-то таким, знаете, крайним-крайним необходимостям. А также, ребят, сказать, положа руку на сердце, что стоит отдавать за данный набор 7,5, я не могу. Ну уж простите меня, те, кому заходят данные машины, пишите в комментариях, почему вы со мной не согласны, но скажу откровенно. Я вот, допустим, купил бы лучше себе одного вот этого товарища, нежели тех двух. Но это мое скромное мнение. Опять-таки, есть порой предложения, которые действительно могут вас заинтересовать гораздо больше, чем вот это. Поэтому, если у вас голды на счету менее 15 тысяч, тогда, ребят, я бы не рекомендовал приобретать себе данные аппараты в составе комплекта. Что касается продажи по отдельности, то свое мнение в отношении ценников на них я уже тоже высказал. Ну а вы свое мнение обязательно пишите в комментариях, и если вы за честность на канале и за честность авторам, то подписывайтесь, пожалуйста, на канал прямо сейчас. Скажу откровенно, мне безумно нужны ваши подписки, ваши комментарии, ваши лайки для продвижения моего контента. Для того, чтобы на YouTube все больше и больше меня рекламировали, я очень сильно хочу вам попытаться все-таки потягаться с мастодонтами, которые оккупировали просторы YouTube. Спасибо большое за просмотр, за внимание к моему контенту. Я снимаю специально для вас и побежал снимать следующее видео. А вам, друзья мои, как обычно, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.